Слав Житлухин, работаю газоспасателем 36 лет. Газоспасатель это гражданин, обученный, аттестованный на ведение газоопасных и газоспасательных работ. Ну если вкратце. Обучение на газоспасателя проходит в центре аварийно-спасательных формирований, который находится в городе Новомосковск Тульской области. А в дальнейшем газоспасатель проходит периодическую аттестацию раз в три года, ну чтобы подтвердить свой статус. В случае непрохождения такой аттестации он теряет статус спасателя. Наша служба имеет свой отдельный корпус, это корпус 576, который находится на территории завода. В течение оперативного дежурства мы занимаемся теоретическими, практическими занятиями по тактической подготовке, высотной подготовке, оказанию первой помощи, также профилактическими работами по газовой безопасности, газоопасными работами и осуществляем непосредственно оформление и контроль газоопасных работ. Да, наша служба является объектовой, поэтому мы находимся на территории опасного производственного объекта. Как таковых командировок у нас нет, если только командировки связаны с учебой и аттестацией в центре аварийно-спасательных формирований. В целом ограничений по возрасту нет. Газоспасателем может стать любой гражданин, не моложе 18 лет и физически развитый, не имеющий медицинских противопоказаний. Среднее специального образования достаточно для того, чтобы стать газоспасателем. В нашей профессии мы не используем собак, это невозможно. Но они же не имеют работать в дыхательных аппаратах, не научили. Чаще всего информацию об аварии мы получаем от начальника смены завода, либо непосредственно при профилактических объездах, обходах территории. А на месте при помощи газоанализатора определяем границы распространения АХОВ, аварийно-химически опасных веществ. Производим разведку очага аварии, чтобы узнать причину непосредственно этой аварии. И в дальнейшем проводим мероприятия по локализации и ликвидации этой аварии. У нас на вооружении ГСС состоит две единицы техники. Это автомобиль газоспасательной службы на базе автобуса ПАС и автомобиль химической разведки на базе автомобиля Форд. Значит, ГСС необходимо на место аварии добраться за три минуты, это в дневное время суток, и за пять минут в ночное время суток после поступления сигнала об аварии непосредственно на пункт ГСС. У нас существует норматив по надеванию спецодежды. Надевание защитного изолирующего костюма составляет две минуты. У нас газоспасатели, ребята, заряжены, справляются за полторы. Мой личный рекорд надевания защитного изолирующего костюма и аппарата составляет 58 секунд. Обмундирование газоспасателя весит не более 27 килограмм. Это защитный изолирующий костюм не более 11 килограмм и дыхательный аппарат с одним воздушным баллоном не более 16 килограмм. Ежесменно мы занимаемся общей физической подготовкой согласно графике занятий практических. С дальнейшей сдачей нормативов раз в месяц это подтягивания, отжимания, пресс и приседания со штангой. А в свободное время занимаюсь футболом, являюсь игроком футбольной команды «Уралхим». Продолжение следует...